Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на тотемном животном Таро на такую тему. Чем вас удивит загаданный человек в загаданный срок? Мы посмотрим, может быть, в поступках с чем-то удивитесь, чего вы совершенно не ожидаете, человек сделает. Или какое-то поведение просто его. Мы с вами проанализируем, чем вас человек может именно удивить то, чего вы совершенно не ожидаете в загаданный срок. У нас с вами будет 6 позиций по одной карте. Возможно, эти карты мы будем дальше там еще докладывать. И пока я карты выкладываю, я вам хочу сказать, что данный расклад, данное гадание актуально именно в тот момент, когда вы его смотрите. То есть неважно, сколько времени назад записан этот расклад. Самое главное, что вы его в какой-то момент открыли, нашли среди тысяч других видео. Значит, именно это гадание нужно для вас прямо сейчас. И вам нужно узнать от высших сил какую-то нужную для вас информацию, которая вам будет действительно полезна, которая натолкнет вас на определенные мысли, действия, на конструктивный подход, может быть, какой-то к вашей ситуации, отношений. И вы сможете выстраивать отношения лучшим образом, чем есть сейчас. То есть мы всегда настроены с вами на что? На то, чтобы ваша жизнь от этих раскладов улучшалась. То есть когда вы смотрите, вот я, естественно, когда карты выкладываю, я когда вам рассказываю, моя цель улучшить вашу жизнь. И когда вы смотрите, вы действительно ее улучшаете, у вас прорабатываются негативные программы, меняются на позитивные. И это все очень-очень важно для вас. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Вот чем удивит загаданный человек вас в загаданный срок? Срок маленький не загадывайте. Три дня не загадывайте. Минимум должно быть две недели загадано. Потому что иногда в ближайшие три дня вообще бывают никаких особых событий, не происходит. Все стоит на одном месте, допустим. А вам уже нужно развитие ситуации. И все равно нужно загадывать не меньше двух недель. Итак, для тех, кто выбрал первую позицию, чем человек вас удивит в загаданный срок? Человек, которого, естественно, вы загадали. Выходит карта восьмерка жезлов. Мы здесь видим лошадку, которая куда-то торопится. Более того, вместе с летящими жезлами. И мы здесь понимаем, что человек вас удивит своей какой-то быстротой, скоростью. То есть, возможно, ваши отношения только начинаются, допустим. И вы просто очень сильно удивитесь, как человек, ну так скажем, прытко вас окучивает, старается к вам себя проявлять, очень много совершает действий, разговоров по отношению к вам, старается ради вас и очень активен в вашу сторону. Если отношения уже давно развиваются, вы поразитесь тому, как человек активен по отношению к вам стал. То есть, вы этого даже, в принципе, не могли ожидать, что, может быть, отношения уже давно там в рутину превратились. И тут раз, раз, раз человек начинает по отношению к вам прямо очень активно себя проявлять, делает комплименты, пишет сообщения, разговаривает с вами, зовёт на свидание. И ваши как-то отношения так начинают очень быстро, быстро, быстро идти вперёд, развиваться, хотя, может быть, раньше был застой. Человек куда-то торопится, человек очень заинтересован в вас становится, он совершает кучу каких-то действий в вашу сторону. Если вы мужа загадали, он будет очень активен в личной жизни, работать будет и над сексуальными отношениями, и стараться вам по дому помочь, и стараться, может быть, как-то заработать побольше. Тут происходит такая динамика, динамика, которой вы совершенно не ожидали, вы будете удивлены, что события так пошли. Вы даже не думали, что события могут так развиваться, вот таким образом. А они раз-раз-раз пошли, и вы в шоке находитесь, что как так? Вроде бы, может быть, даже долго ждали человека, надеялись на примирение или на то, чтобы восстановились у вас отношения. И даже не думали, насколько он заинтересуется этим вопросом, и начнёт над этим ещё и работать. Вот такая вот позиция номер один. Также, кто загадал очень маленькие сроки, допустим, две недели, и очень долго ждёт человека. Но восьмёрка жезлов здесь говорит о том, что у вас разговоры начнутся, какие-то общения. То есть вы выйдете на диалог друг с другом, чего вы совершенно от него не ждёте. Вот такая позиция. Позиция номер два. Чем вас удивит загаданный человек в загаданный срок? Мы здесь видим семёрочку пентаклей. Ну, вот в этой колоде тотемных животных семёрка пентаклей – это брачный сезон, сезон брачных игр. Мы здесь понимаем, что бодаются самцы для того, чтобы завоевать расположение самки. То есть в чём тут именно сбор урожая в итоге? Это, допустим, в обычных колодах, в других колодах, колодах Уэйта, это часто что-то садят по семёрке пентаклей и ждут урожая. Здесь урожай в том, что какой самец победит в этой долгой битве, тому самка достанется. Ну, здесь ревность, понимаете, она всё равно идёт по этой карте. Здесь всё-таки это не классическая колода. И мы здесь понимаем, что человек как будто бы начнёт ревновать, бороться за вас, стараться подавить конкурентов, может быть, даже совершенно несуществующих. Вы удивитесь его ревности. Вы удивитесь, может быть, человек по семёрке пентаклей был, в принципе, до этого спокойный. Вы от него ревности-то в жизни, может, не ожидали. А тут как начинает, начинает, начинает вам предъявлять какие-то претензии. Может быть, даже мнимому или реальному сопернику начнёт предъявлять что-то, писать, звонить или даже на личную встречу решиться. Также карта чаще всего именно показывает ситуацию соперничества, что человек вам может начать просто выговаривать, что нет ли у меня соперника, а кому ты уделяешь внимание, а кто тебе ставит лайки, а что это такое, а что происходит между нами. Пытается вас к конкретике какой-то привести. Тогда скажи, скажи мне, кто я для тебя, нужен ли я, ему нужна будет ясность, ему нужна будет между вами такая точность, что вы чувствуете. Он будет от вас добиваться конкретных ответов на его вопросы. Это говорит о ситуации нестабильности внутри этого человека. Он будет сомневаться, любите вы его или не любите, или уже отдаёте кому-то другому предпочтение. И вы будете от этого просто очень удивлены, потому что вы этого человека не ожидали, что он начнёт вот так вот предъявлять. Те, кто давно не общался, не разговаривал, у кого отношения разрушены, загадывайте человека, чего-то ждёте. Вот знаете, по семёрке Пентакли всё-таки придётся ещё немножко чего-то подождать. Может быть, позже загаданного срока, но человек именно начнёт проявлять какую-то ревность. То есть вы даже, может быть, в соцсетях заметите его активность по отношению к вам, какие-то лайки, и эти лайки будут в противовес чьим-то лайкам, понимаете? Комментарии, может быть, письма вам, сообщения с вопросами. А не завела или не завёл ли ты себе кого-то ещё, кроме меня? Или за то время, пока мы не общались, не появился ли кто-то? Вот так удивит вас загаданный человек во второй позиции. Позиция номер три. Чем удивит вас загаданный человек в загаданный срок? Король кубков здесь выпал. Ну, во-первых, это такая сильная любвеобильность, нежность прям. Бывает, знаете, как люди такие немножко суховатые в жизни или что-то в отношениях сейчас не так. Как, допустим, там расстались, поссорились, давно не общаемся. Вы удивитесь, как человек будет к вам именно нежность, заботу проявлять, оберегать вас, спрашивать про вас. Если вы вообще прям не общаетесь, у кого-то спросят с заботой такой. А как там, например, она или он поживает? Я переживаю, я беспокоюсь, я хочу помочь. Или какие происшествия в жизни этого человека сейчас. И вот такое вот, знаете, как прям такая нежность, забота, опекание, опека. Человек как будто бы над вами берёт шефство. Если вы с человеком сейчас общаетесь, у вас отношения, спрашивайте, ну чем он меня удивит? Ну он будет вам очень много признаваться в разных своих именно искренних чувствах любви, восхищаться вами, говорить вам комплименты. Возможно, предложение руки и сердца по этой карте. То есть тут именно очень сильное такое романтическое любовное ухаживание идёт. Такой нежности вы, возможно, от человека действительно не ожидали. Каких-то подарков, сюрпризов. Когда человек именно в сексуальном плане очень много себя проявляет. То есть там то в шейку поцелует, то там где-то затронет, то ещё что-то. Тут у каждого индивидуально проиграется. То есть многие в отношениях находятся и говорят, да у меня всегда так. Многие так скажут. Но тогда это будет больше чувств. Ещё больше. Ещё больше внимания, заботы. Человек для вас может что-то сделать очень важное. То, что для вас никто не сделает. По королю кубков. То есть проявит себя так, что... Ну, допустим, вы мечтали о чём-то. Он исполнит вашу мечту, например. Но это для тех, у кого уже вот именно общение, которое я и так описываю. А чем удивит, значит, ещё больше заботы проявит. То, чего вы не ждёте. Именно заботы не ждёте. Такой, которую... Вот именно в гиперпрогрессии, да. В любом случае здесь человек как будто бы к вам чувствует и испытывает. Вот именно любовь испытывает. И начнёт эту любовь вот всеми силами перед вами показывать. Такая третья позиция. Позиция номер четыре. Чем вас удивит загаданный человек в загаданный срок? Колесница говорит о том, что человек может куда-то поехать. И вы этого совершенно не ожидаете. Поехать, резко собраться. Вы как будто бы и не думали, что человек куда-то может уехать, да, собраться. Может быть, это срочное дело. Внезапная командировка. Поездка по семейным делам. Или по работе. В любом случае, как будто человек резко уезжает. То же самое, если вы находитесь с человеком сейчас на расстоянии. Человек резко приезжает. Приезжает, вы даже этого не ждёте, что человек может так взять и скоро приехать, да. Вы как будто бы не думаете, что... Может, общаетесь на расстоянии, не думаете, что человек возьмёт и заявится. А вот он возьмёт и соберётся и скажет, а я приезжаю. Либо ты приезжай ко мне. Тоже вариант. Я плачу тебе билет и приезжай. Есть ещё вариант, что человек резко запланирует вашу совместную поездку куда-то. То есть, я приглашаю тебя поехать на отдых. Ну, у каждого проиграется по-разному. Однако, колесница – это всегда дорога. Кроме дороги, если вдруг это не дорога, то есть, людей-то много смотрит расклад. Это может быть очень активность, повышенная в отношениях, когда человек прям очень напористо так к вам относится. По-наглому даже, я бы сказала. Допустим, может быть, вы его немножечко так отталкиваете, а он напирает, типа, ну, пошли со мной на свидание. Ну, пошли. Я хочу с тобой встретиться, я хочу с тобой поговорить. То есть, это навязчивое такое ухаживание тоже может быть. Вот добьюсь... Хочу тебя добиться. Добиться своей целью, чтобы ты была со мной или был со мной. Тоже такое возможно. Такая позиция номер четыре. Пятая позиция. Чем вас человек удивит в загаданный срок, что это может быть? Башня. Башня – это скандальность в любом случае. То есть, человек может вам закатить истерику, скандал, начать с вами ссориться, ругаться, а вы этого совершенно не ожидаете. И вы сейчас предупреждены, значит, вооружены. Предупредите любые скандалы, предупредите любые склоки в ваших отношениях. Может разразиться буря из-за ревности. Человек увидит, не знаю, чье-то внимание к вам, наделает выводы и закатит такую истерику, которую вы совершенно не ожидали. Башня – это как гром среди ясного неба. Вы подумать не могли, во что может маленькая искорка вылиться в какой большой пожар. Также не доставайте человека, не ковыряйте его, не поддевайте, старайтесь не затевать никаких конфликтов. А если видите, что он с вами в загаданный срок пытается немножечко так артачиться, лучше сведите на нет и лучше не общайтесь. Потому что карта четко говорит, если что-то начнется, это закончится грандиозным скандалом, может быть даже с разрывом. Если вы сейчас уже в разрыве, уже перестали общаться, постарайтесь не навязывать свое внимание партнеру. Он может очень бурно отреагировать и вы этого не ждете. Для тех, кто совсем игнорирует друг друга уже годами, башня говорит о сломе ситуации вот этой. И что-то произойдет, человек проявит себя, а вы этого совершенно не ждете. И для вас это будет как гром среди ясного неба. Вот такая позиция номер пять. И позиция номер шесть. Последняя, чем вас удивит загаданный человек, загаданный срок. Туз Пентакли. Классная карта. Карта счастья. Да, здесь мы видим навозника, конечно, но для него это тоже счастье. Однако Туз Пентакли говорит о том, что человек может вам резко сделать какое-то предложение, подарить очень богатый подарок, дать денег. Вот в основном это материальное что-то, материальный достаток. Он может сам резко разбогатеть, из-за этого вы будете пожинать тоже свои прекрасные плоды. Но чаще всего это именно подарок, либо предложение. То есть подарок настолько богатый, настолько красивый, который вы не ожидали. Часто это признание в любви. То есть я тебя люблю, ты мне дорог или дорога. Туз Пентакли говорит также о возобновлении отношений. То есть резко возникает партнёр, может быть из прошлого, которого вы сейчас загадали, с которым уже порваны отношения. И он вам говорит, давай попробуем всё сначала. И вы этого совершенно не ожидаете. Конечно, карта возможностей, карта счастливого случая, счастливого шанса. Вы совершенно не ждёте, что ваши отношения будут совершенно по другому сценарию развиваться, чем вы думали, именно в лучшую сторону. То есть вас поразит счастливое развитие событий в том будущем, по которому сроку вы загадали. Вот такие у нас были шесть позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. И до новых встреч!